Книжка «Незалежность» практически сделана на уже додомных материалах. И задача этой книжки чисто осветницкая – подать факты, я больше стяжу для дома, подать фотографичный материал, подать документы, и таким образом развернуться в панораму, какая была 25 годов, когда люди имели уявление, что это было, и Якина досерялась. Але тут я подошёл трошки по-иншему. Сам артикул «Незалежность» – её мое центральное место, и рассказывается у сё, якина подрыхтовывалась, якин прывалась, якин были конфликты, так само побежно рассказывала ситуация, какая была перед, гэтой, потом. Але я включил ещё 18 тем, які связаны с нашей «Незалежностью». по першину за 200 годов мы сдабыли гэтую «Незалежность». И сдабыли я не просто у поветри, а у свете, якин уже усталявался. Ёс наши суседи, ёс история качинения вот с этими суседями, ёс европейская политика, суседная политика, экономика и так далее. И ось мы выходим на эту «Незалежность» и перша наша затяганность как нас признали. Нас признали, перша признала Польша, нарячая, потом Швеция, ну и весь остальный свет. А потом, фактично, на ходу, нация починает знайомиться, как у яких же свете мы живём, какие у нас будут дочинения, как мы будем нашу «Незалежность» показывать, как мы будем её використовывать. И это было, ну, некольких годов до 1994 года. В 1994 году силы, яки не были зацикавлены нашей «Незалежности», окрыяла Москва, выведается, и эти силы нашли махчимость поставить своего ставленника, и, фактично, через модель внутренней оккупации Украины, УЛАДА, якая зараз на Беларуси, она полностью контролируется Москвой. Это негативно сказывается на нашем национальном улице, выведается, закрываются школы, размещается дворусская мова, культура. 20 годов мы живём в такой оккупации системе, ну, какая новая, она не такая, как была советская, но такая, как царская. И мы видим, насколько это всё негативно отбивается на нашей культуре. И оно не будет вечно, оно всё равно, Беларусь будет вольной, нация крепнее, боёсь державой. И вот тут я постарался в этой книге показать, что воля эта может быть в ближайший час. Этот режим может обвалиться в ближайший час, как обвалится там Путин в Москве, скажем. И мы не повинны оказаться на таким раздорожье, как ранее в 91-м, когда мы просто широко отчиненного дела глядели на свет и не разумели, думали, что бедны до нас доброзачкины, до нас скинулись все Соросы, вся эта команда, которые имели свои интересы. Мы это всё воспринимали, как належным наявшим чинам. Но теперь у нас достаточно великий опыт, 20-ти годовый. И вот тут я постарался, очень коротко, бывая несколькими абзацами, мы должны адресуровать такие темы. Европа. В каком стране мы находятся? Что нам ждать? Какая должна быть наша политика вольной Беларуси? Так? Далее. Демократия. Как мы должны быть демократами, какая у нас должна быть демократия? Демократия в миру переживает кризис. Кризис системный. Это неважно нам, какие там силы, кто нас может потребовать, на кого мы можем делать ставку. Это так само необходимо. Потом, окромя всего, еще и какие наши соседи, какие относятся из России, из Москвы. Что такое есть эта завлада? Это всё показано коротко. Так само про внутреннюю политику. Во внутренней политике нам истотна не только экономика, а истотна наша культура. Истотна, заразумительно, на чему основу держится наша нация? Что мы должны делать в первую очередь? Я выставляю какие-то из их семья. Семнодержава тримается на семье. Нация тримается на семье. У семьи белизарное значение мая женщина. У уголя семья тримается на женщины. Это так. И тому я так само даю, ну, там, несколько абзацев, какие повинны быть дочинения для женщины. Какие повинны быть роли от женщины у нас, в Беларуси. Но мы видим совсем другие приклады. Мы видим приклады в Европе, где это подается, как, ну, вершина демократии. А это глупые неважения женщины. Потому что женщина, образ женщины – это образ сексуального партнера. Вот что сейчас дается у Европы. И то же самое в Америке. Женщина – материя. Женщина – это, ну, моральная основа, моральная, кажется, колонна, на которую все опирается. И это изникание. Это совсем дается другая трактовка. И когда мы поймем таким шлахом, скажем, возьмем, будто это уже, ну, скажем, зявы, какие уже просто кризисные, то мы просто развалимся не ранее часто. И, скажем, мы должны это кратично оценивать. Спасибо.